В Тихвине прошел 12-й открытый областной турнир по боксу среди юношей в памяти героя Советского Союза, маршала вооруженных сил СССР, почетного гражданина города Тихвина Кирилла Афанасьевича Мерецкого. Состоялся турнир в спортивном зале лицея номер 7. В нашем областном турнире участвует более 20 команд. Из городов Ленинградской области, из городов Северо-Запада. Приехала команда Нарьянмара, Вологодской области, Новгородской области, Республики Карелия, города Санкт-Петербурга. Посвящается турнир в памяти Кириллу Афанасьевичу Мерецкову. Это почетный гражданин города Тихвина, маршал вооруженных сил СССР. Он здесь воевал, наш город освобождал. И поэтому в памяти его и посвящается этот областной турнир. Во-первых, ребята показывают свое техническое мастерство, тактическое мастерство. Ну и, конечно, борются за медали, за грамоты и за кубки, которые им будут вручены уже в процессе финальных соревнований. Организаторами турнира выступили администрация Тихвинского района, Ленинградская областная федерация бокса, комитет по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области. Провела турнир «Спортивная федерация бокса Тихвинского района» и Главная судейская коллегия. На параде участников «Право поднять флаг» предоставили победителю Северо-Западного федерального округа России 2012 Сергею Абрамову. Я уже участвую на этом турнире раз в 5 или 6, ну и постоянно мне удавались победы. Я занимаюсь боксом уже на протяжении 8 лет, выбрал, потому что он более понравился мне, он развивает силу, мужество. По завершении боев судейская коллегия вынесла свой вердикт. Достойно выступили все участники турнира. Призовые места заняли 35 боксеров. Первые места заслужили тихвинцы Абрамов Сергей, Чупринов Артем, Абдуллаев Рахман. Победу городу Пикалева принесли Велиев Тимур, Логинов Егор и Араков Сергей. Вера в победу и терпение объединяет участников турнира, которые еще не раз выйдут на ринг. Они, как никто другой, понимают, что в бою важны не только техника и сила удара, но и сила духа. Говоря словами Владимира Высоцкого, бокс – это не драка, а спорт отважных.